Древнейшая русская святыня Авторов должна была вернуться обратно На место своего обретения Авторы картины ее странствия назовут долгим А сам фильм даже спустя годы Символом веры, надежды и любви Правда, что вы встречались даже с Папой Римским? Да, мы ездили, снимали, конечно И Папу Римского, и Анна Павла II Мы поднимались на крышу Ватикана Когда он встречался с Пасовой Нас подняли, завели внутрь Ватикана Подняли на крышу Мы снимали там Режиссер картины Ренат Юзаев Сегодня вспоминает, что тогда татарстанский кинематограф Совершил нечто невероятное Никто из Татарстана в документальном кино Не выходил на мировую арену Фильм «Долгое странствие Казанской» Транслировали по федеральным и зарубежным каналам Работа творческого коллектива «Панорамы» Продюсера и соавтора картины Людмилы Сугановой Оператора Андрея Кузьмина Получила признание на многочисленных Международных конкурсах Но не это было главным После выхода фильма в свет Казанская икона вернулась домой Сразу при входе в фойе Вот в этом стеклянном кубе Хранятся самые главные, самые важные Самые значимые призы телерадиокомпании Так вот здесь три статуэтки Из них две получены как раз панорамой Вот это лазурная звезда В 2001 году за фильм «Долгое странство Казанской» И главный приз Международного телекинофорума За фильм о композиторе Софье Губайдулиной К нам иностранцы приезжали Вот из Германии В общем такая интересная была Сразу завязалась работа И вот для 19-летней девочки Которая кроме школы ничего не видела Это было настолько интересно Все Вот этот вот проект Вот эти все Пошли за гранкомандировки Мне нужно было там что-то организовывать Вот поездки эти помогать, организовывать Это были славные времена О панораме говорили далеко за пределами Татарстана Именно панорама в конце 90-х годов Начала создавать серию документальных фильмов Об истории Казани и Татарстана Это были документальные картины уже нового уровня С элементами игрового кино Огромное количество постановок Реконструкция событий Авторам картины была важна каждая деталь И мы с Андреем Владимировичем Кузьминым Нашим оператором Каждое утро одевались Как в болотные сапоги В какие-то там грязные куртки И лазили по подземелям Казанского Кремля Первый раз телевизионщиков я видел На своих раскопках В 97-м году Людмила Суганова часто Стала навещать нас Археолог Фаяс Хузин сегодня вспоминает Что ему выпала честь Быть не только научным экспертом картины О тысячелетней истории Казани Но и сыграть там эпизодическую роль Вот он сидит у костра на первом плане По его словам, эти фильмы были сняты во времена Когда народ нуждался в рассказах Своей подлинной истории И панорама проводила этот своеобразный Культурный и исторический ликбез После просмотра этих серий фильма Всем стало ясно Во всяком случае Суть наших исследований На территории Казанского Кремля Поэтому я очень ценю Панораму За любовь к истории История очень важна Она, во-первых, необычайно богатая Мы там даже процента не знаем Из всего, что из этого богатства Скажем, как появилась Россия Российская империя Понятно, что она строилась Русскими совместно с татарами Там не было противостояния Но важно в истории показать То, что объединяет, а не разъединяет Решили сделать фильм О, скажем так, персонажах Народной демонологии То есть о всевозможных Домовых, овинных, банных Сегодня уже известный писатель Денис Асокин В начале 2000-х годов Именно в панораме Начал создавать новый цикл Документальных картин О народах, живущих рядом Эти фильмы демонстрировали Другую реальность Неофициальную, неотшлифованную Очень чуткую и настоящую Именно ту правду Которую зачастую пытаются Скрыть и завуалировать Именно панорама давала возможность Каждому творческому человеку Вот эту свободу Свободу мысли И свободу идеи Ну и вот одно из соревнований Попросили, как говорится, Владимира Владимировича Залезть в миску с котыком И найти монетку как раз И вот я вот так туда тоже Все ринулись, естественно Десятки операторов Куча там, как говорится, охранников Ну и вот Я, как говорится так Пролез И Как-то сдвинул одного человека Чувствую Он мне мешает Я говорю, подвиньтесь И я туда пролез Он спокойно отошел Только потом я понял, что это был Метель Шарипович Оператору творческого объединения Андрею Кузьмину не раз Удавалось снять самые лучшие кадры Которые позже войдут в историю По его словам Оператор-документалист Это человек Которому нужно всегда держать Руку на пульсе А точнее на кнопке камеры Вот, пожалуй Весь наш видеоролик Это ваше богатство Да, это наше богатство Все самое такое С основания с 98-го года Здесь накапливается Весь этот материал Цикл «Сотечественники» Цикл «Мы татары» Это фильмы о людях Фильмы для людей Именно панорама объездила весь мир В поисках судеб Именно панорама открыла для нас Самые сокровенные минуты из жизни Знаменитых людей Сейчас я бы очень хотел видеть Сидящего дома Себрата Хакима Хасана Туфана И их нет Поэтому Вот творческий коллектив Панорама Делает огромное дело Для будущих поколений Вот сейчас Я с сожалением говорю О каких-то великих людях Чтобы будущие поколения О нас Не могло Говорить Вот с таким Сожалением В последние годы Съемочная группа Снимает Также документальный сериал О расследованиях Громких дел в Татарстане Под названием «Черное озеро» Свыше 500 картин За 20 лет За эти 20 лет Наша страна Изменилась Не изменилось Только отношение людей К своей профессии Которые стоят По ту сторону Экрана Изира Юзаева И Роман Безменов 7 дней